Женская гостиная Надеюсь, мы в этот час, который нам отведен в эфире, мы успеем очень много обо всем поговорить, а если не успеем, то я вам расскажу, что вам надо будет сделать в течение передачи, если вас заинтересует наша программа. И у нас сегодня тема «Астрология, вас стоит цвет». Я думаю, что каждая женщина совершенно со мной согласится, что мы всегда выбираем тот цвет, который нам нравится, который нам идёт, или нам кажется, что нам идёт. А сегодня мы попробуем разобраться, какие цвета нам подходят, а какие не подходят, и какую энергетику они несут с точки зрения астрологии, васту и планет. И сегодня в гостях у меня любимая моя гостья, мой совершенно потрясающий друг, удивительная, прекрасная женщина Светлана Наумова. Она ведический астролог и специалист по васту. Если вы смотрели нашу прошлогоднюю передачу или слушали нас в эфире, то она у нас уже была с нами у меня в гостях и рассказывала о васту. Сегодня мы со Светой решили разобрать такую сложную, объёмную, но очень-очень интересную тему. Итак, приветствую Светлану. Светочка, привет, дорогая, спасибо тебе большое, что ты согласилась с нами быть в эфире. И я думаю, что мы можем начать нашу беседу. Да, Настя, очень рада вас видеть и Михаила тоже слышать. Очень такой хороший задал нам том, тем, что сказал, что у нас сегодня театральная гостиная. Это просто действительно так и есть, потому что вся наша жизнь, это действительно театр, и цвет играет огромную роль в нашей жизни. И, конечно, может казаться, ну, не посвящённому, так скажем, человеку, что цвет не так важен. Но на самом деле это действительно очень важный момент, и он может как улучшить ситуацию, так и ухудшить, к сожалению, ситуацию. Особенно это касается машин, это касается жилья с точки зрения васту. Там есть целая, действительно, большая очень тема, как, в какой цвет нужно какие помещения красить, то есть использовать какие цвета, как можно с помощью цветов вообще компенсировать неблагоприятные энергии. И точно так же человек может носить благоприятные цвета, и тем самым он будет компенсировать неблагоприятные энергии планет. Это тоже есть такая наука в Джойтише, такой раздел, который мы сегодня немножко поговорим на эту тему. И, действительно, если кого-то заинтересует, то Настя расскажет. Да, обязательно обращайтесь к Светлане на консультацию, потому что она удивительный астролог и специалист по астровасту, и это такой очень интересный симбиоз. Две науки ведические совмещены, и Света в этом вопросе невероятно преуспела и очень грамотный, один из самых грамотных специалистов, которых я когда-либо знала. Вот, поэтому, да, ну что, мы начнем с чего, со знаков зодиака или с планет, или с васту? Как ты считаешь, я потому что, мне настолько это интересно, я даже не могу решить, с чего же нам начать, какой вопрос первый тебе задать. Но в первую очередь я бы хотела сразу акцентировать внимание наших радиослушателей, то, что мы говорим о ведической астрологии Джойтиш, и знаки зодиака в Джойтише определяются другим способом, не так общепринятым, который известен на Западе. И Свет нам сейчас пару слов буквально об этом скажет, чтобы люди понимали, потому что я буквально вчера своим подругам объясняла, что вот все говорили, мы тут все львы, львы, да, я говорю, так вот вы не львы, да, потому что вы не львы. У меня было вчера очень много гостей, которые все родились в конце июля и начале августа, да. Вот, и почему я сказала не львы, Света, пояснишь? Да, все верно, Настя говорит, я тоже хотела бы на этом сделать акцент, потому что сейчас мы, сначала мы поговорим немножко про планеты, буквально 5 минут, потому что я думаю, что кто-то знает уже про это, кто-то не знает. И чтобы было понятно, о чем мы будем разговаривать дальше, то сначала мы поговорим про цвета и планеты, буквально так, чуть-чуть. Потом мы перейдем к знакам зодиака и будем говорить о восходящих знаках. И действительно здесь разница огромная между западным гороскопом и между восточным гороскопом Джойтиш. То есть если западный гороскоп, он ориентируется в первую очередь на то, когда мы родились и где было солнце в этот момент, то получается, что все люди, которые родились в один и тот же месяц, они вот должны быть, например, львами. И у них должны быть у всех одинаковые характеристики, одинаковые истории в жизни, одинаковый характер. Но они даже внешне должны быть, по идее, друг на друга похожи. Потому что есть определенные такие нюансы, когда люди с одним и тем же знаком должны быть похожи. Что говорить в один месяц? В один день люди родились, да, и оказывается, они вдруг почему-то совершенно не похожи в одном городе. У меня такой есть пример, у меня есть подруга, с которой мы родились в одном городе в один день, и мы вообще вот абсолютно разные. Так вот, и чем это объясняется? Поэтому в этом плане Джойтиш, он очень точная наука, потому что он учитывает такие нюансы, которые называются восходящий знак. И в течение дня получается, что у нас каждый знак восходит по примерно от часа до трех часов, и как раз все знаки зодиака могут проявиться в течение дня. Восходящий знак имеется в виду тот знак зодиака, который был на данный момент времени на востоке. Вот, и поэтому, чтобы, вот мы сейчас будем говорить именно об этом, то есть когда мы будем говорить, допустим, овен, телец или там близнецы, то мы будем иметь именно это, то есть то, какой восходящий знак был на востоке. И иногда это называют асцендент, иногда это называют лагна, лагна это на санскрите, иногда это называют первый дом. И вот это все название, это одно и то же, то есть на санскрите это называется лагна. И вот этот вот именно первый дом, асцендент или лагна, он является наиболее таким, не наиболее, скажем, одним из сильных показателей, характеристик человека. И действительно в течение дня могут родиться как овны, так и тельцы, так и козероги. То есть просто в зависимости от того, в какое время вы родились, утром, вечером, днем, и в какой в этот момент был восходящий знак у нас на пересечении с востока, то такая у вас и будет лагна, такой у вас и будет ваш знак зодиака. В Индии еще очень часто спрашивают, какой у вас лунный знак, это тоже очень важно, но мы в данный момент не будем это рассматривать, потому что тут тогда еще нюансы на нюансы, и будет очень много. Поэтому мы остановимся только на... Приходите на персональные консультации к Светлане, она вам все расскажет более подробно и определит ваш знак, вашу лагну, если вы ее не знаете по какой-то причине. Вот, и давайте для начала мы сначала поговорим о том, о планетах, на санскрите они называются грахи, я, может быть, иногда буду вставлять это слово по привычке, но буду постараться объяснять как можно более простым языком. У нас существует 7 видимых планет, которые мы знаем из Ширса Школы, и они используются как в западной астрологии, так и в восточной Джотиши, и еще в восточной астрологии отличается от западной тем, что она использует две планеты теневые, такие как Краху и Кету, которые мы видим, это точки, в которых у нас идет лунное и солнечное затмение. Вот как раз 1 сентября у нас будет затмение, и там оно определенным образом высчитывается, но сейчас мы не будем их применять, ни Раху и Кету, потому что, ну, в общем, для данной темы они нам не очень будут нужны. Как запомнить, какие у нас грахи, какие у нас планеты, за какой цвет отвечают и каким дням недели соответствуют? Всегда начинаем с воскресенья, то есть раньше весь календарь начинался с воскресенья, не с понедельника. Это осталось в некоторых странах, мы вот знаем, что это в Англии у нас, да, там... У нас тоже в США тоже с воскресенья начинается календарь, как правило. Это правильные, это правильные страны, которые начинается календарь с воскресенья. И получается, что воскресенье это у нас, ну, как первый, можно сказать, рабочий день, и отвечает за воскресенье такая планета, как Солнце, или Сурья, на самом деле, называется, и цвет у нее желтый, либо рубиновый. Вот потому что очень есть такой тонкий нюанс между цветом красным у Солнца и цветом красным у Марса. То есть вот так как для Солнца камни... И у Юпитера же еще тоже такой цвет, который близкий, да, тут уже можно... Желтый, да. И чтобы вот понимать вот эту вот разницу в нюансах, то есть для Солнца подходят все цвета, когда вот у нас идет восход Солнца, да, вот можно так себе представлять. А красный, чтобы понимать, чем красный Солнце отличается от красного Марса, вот для Солнца его камень это рубин. И вот все цвета рубиновые, вот такие вот яркие, насыщенные, именно не алые, а именно больше так бордовые, что ли. Вот это вот все цвета, которые будут относиться к красным, но он будет больше бордовый. Это вот Солнце. И в воскресенье очень хорошо можно одевать одежду в соответствии с этой планетой. То есть в воскресенье очень хорошо одевать красивые красные бордовые такие вот яркие рубиновые одежды. Это будет как упая или это на санскрите. А если это сказать более простым языком, это действия, которые благоприятны для данной планеты. Они будут и улучшать, улучшать ваши отношения с ней, если тоже можно так сказать. Сразу возникает встречный вопрос, а всем ли нужно улучшать, скажем, энергию Солнца или каких-то других планет? Нет, это не всегда всем нужно, но когда вы это делаете в тот день недели, то в общем-то это считается возможным и благоприятным. Не обязательно, допустим, если кому-то не подходит красный, можно просто в дань уважения, да, это какая-то как аскеза, такое действие, которое немножко ограничивает тебя. Можно просто что-то такое небольшое, скажу, кому вот красный не особо подходит. Ну вот именно, если мы одеваем его в воскресенье, то тем самым он будет не таким неблагоприятным, как если бы мы его носили, постоянно бы его носили. Вот, то есть считается, что в день недели можно что-то хотя бы маленький акцентик иметь у себя. Вот. Следующий день недели у нас понедельник. Понедельник, как вы знаете, такой день, который, как говорится... Да уж поговорок насчет понедельника существует множество, да. Множество существует. Хотя это неправильно, я считаю, потому что для женщины это вообще один из самых важных дней, потому что это день Луны. Да, все правильно, день Луны. Но в этот день не очень хорошо начинать работать, потому что Луна лучше поговорить, лучше как-то пообщаться, женский день, эмоции. Поэтому и говорится, что неделя начинается тяжело в понедельник. Вот. Потому что очень сильна лунная энергия. А для Луны характерный цвет это белый. И при этом тоже есть нюанс между белым неделианским и белым лунным цветом. То есть белый это такой больше жемчужный, больше такой вот плотный, неяркий. И очень хорошо еще лунный цвет. Это у нас все цвета серебристые, металлические. Тоже вот они передают энергию. Вот эта вот мягкость, его лунный цвет, это вот все через такие вот цвета передается. И, соответственно, тоже в понедельник мы понимаем, что мы можем надевать какие-то белые вещи. При этом можно даже, говорю, очень незначительные какие-то предметы. Но все равно мы надеваем это, и мы тем самым вспоминаем про эту планету. И она нам становится в этот день помощником. Сережки, например, с жемчугом можно надеть, да? Да, сережки с жемчугом. Вообще, понаблюдайте, вот тоже не всем, конечно, подойдут сережки с жемчугом. Там тоже есть некоторые восходящие знаки, которые мне очень благоприятны. Плюс еще нужно смотреть личный гороскоп, да, как Луна расположена. Но вот просто понаблюдайте, если, допустим, вы одеваете сережки с жемчугом или кольцо, или какое-то колье, как с вами будут разговаривать люди. То есть все равно у нас вот жемчуг, это такой элемент эрегатности. И на девушку, женщину, в жемчуге, кажется, начальник не будет кричать. Потому что это очень мягкая идет женская энергия, которая обволакивает и всех остальных вокруг. И поэтому, вот, поэкспериментируйте. Как вот, почему, допустим, у царей у нас были в коронах посередине чаще всего, были рубины. Символ царской власти. Солнца, конечно, символ солнца. И вот, если помните, был такой период советский, когда тоже женщины носили вот эти вот рубины большие, да, искусственные. Тоже это вот, тем самым они поддерживали вот эту вот свою какую-то мужскую часть энергии. Потому что, ну, время было такое. Ну, конечно, у нас они там не настоящие камни были, поэтому, может быть, не так это действовало сильно. Но, тем не менее, вот прям, ну, камни, которые особенно хорошие, большие, крупные, они очень сильно влияют на энергию. Прям очень сильно меняются. В свое время мне рассказывал Рами Блэк, что если вы вот не знаете, что с этим камнем и что это за камнем, то лучше вообще не носить. Чем никогда не носите неизвестные камни, камни, которые неизвестного происхождения, да, которые от вас, к вашу семью или к вам попали каким-то непонятным образом. То есть это лучше оберегать от этого. Ну, переходим ко вторнику, мой любимый день, и планете Марсу. Да, вторником у нас управляет такая планета, как Марс. Причем Марс тоже есть очень благоприятная, то есть принято считать, что вот Марс это такие воины, это иногда такая, как бы, агрессивная энергия. Но у Марса есть очень приятная энергия, которая говорит о том, что этот человек-защитник, он следует законам, для него вот закон очень важен. И они очень спокойно достигают цель, хороший Марс, хорошие спортсмены, хорошие защитники, действительно. И настоящий воин никогда не будет нападать, у него функция защиты в первую очередь. И вот тоже Марс, его цвет, он может быть очень разным. Вот мы поговорили про Солнце красный, сейчас мы поговорим про Марс красный цвет. И для Марса камнем является коралл. И вот вспомните, какие цвета есть у коралла, да, то есть они есть такие даже бледно-розовые, да, вот он красный, но он розоватый такой. Есть такой яркий красный, но он тоже приятный. То есть они не кричащие, они не такие вот не агрессивные, особенно когда с черным, вот есть сочетание красного с черным очень агрессивное, потому что Марс с Татурном это, в общем-то, война. Это вот то, что у нас сейчас происходит. То, что у нас сейчас происходит. И не случайно многие вот эмблемы и флаги, они выбраны не случайно, я думаю, что, конечно, люди во многих случаях задумывались про сочетание. И поэтому красный тоже его следует выбирать такого приятного, благородного цвета, вот можно чуть такой вот в сторону розового, как кораллы. И тогда он будет нести такую приятную, хорошую энергию Марса. Если же, конечно, выбирая такие, ну вот алые цвета тоже есть очень красивые. А если какие-то уже агрессивные цвета, то уже, конечно, не стоит их использовать. Вот. И следующий день, это у нас среда. Планета, которая курирует среду, это у нас Меркурий или Будха. И его цвет зеленый. Его камень изумруд, и поэтому вот все оттенки зеленого, это как раз цвет, который относится к Меркурию. И так как Меркурий у нас отвечает за разум, то когда вот зеленый цвет, то считается, что наш разум успокаивается. Поэтому вот мы очень любим находиться в природе, когда вот вокруг все зеленое. То есть тем самым наш разум очень успокаивается. Точно так же, как и, допустим, белый цвет, он тоже успокаивает. Но когда его слишком много, то это уже палата номер 6. Тоже заболевание по Луне. Да, да, да. А у Меркурия у него несколько другая функция, да. То есть зеленый, он, конечно, когда ядовитый, то тоже не стоит использовать ни ядовитые, ни люмисцентные цвета. Вот сейчас очень много люмисцентных цветов таких. Это уже такое влияние кету у нас происходит. Когда люмисцентный зеленый, люмисцентный красный, это вот уже такое вот слишком чересчур. Это вот этот аккет у нас действует и раху. Так, среда. Четверк у нас. Четверк. Четверк разный, то есть мы говорили вот уже про желтый цвет, который подходит для сольи, для солнца. И там даже может быть золотистые какие-то оттенки. Золотистые оттенки, да. Здесь желтый, он чуть-чуть с оранжевого, вот как вот желтый тапаз, как оранжевые сапфиры вот такие вот есть. То есть это уже такие вот теплые тона, уже не яркий желтый, вот как лимонный, это вот не то. А именно вот теплые, чуть-чуть с примесью красного, вот как желток, допустим, вот такой вот цвет. Оранжево-желтый, да, такой? Шафрановый. Сразу, я всегда, подсказка для меня, это вот если мы вспоминаем буддистские монахи, да, или ващнавские монахи, у них такие шафрановые одежды, оранжевый цвет, вот это как раз цвет Юпитера. Все верно, это как раз цвет Юпитера, и поэтому мы можем по четвергам какие-то одевать вещи немножко с цветом Юпитера, неважно, даже если это будут носочки, да, или это будет что-то там, какой-то небольшой элемент. Это уже будет, если это делать осознанно, вы тем самым уже как-то настраиваетесь с энергией этой планеты. Так, пятница. Пятница, замечательный день. Завтра будет у нас. Это день Венеры. Это день такой уже, когда можно отдыхать, когда уже можно что-то отмечать, свадьбы и все такое. И тоже все цвета такие вот бледные, красивые, блестящие. Шукра это на санскрите, так называется планета Венера, и это означает блестящая. Поэтому все блестящие цвета это венерианские, и белый он такой ярко-белый. Вот есть такое понятие в этом дизайне, айсберг, да, цвет, когда вот он очень ярко-белый. Вот это вот венерианский цвет белый. А когда вот он матовый, больше такой потемнее, это больше к луне, потому что... Молочный, молочный, это лунный, да, такой оттенок. Да, молочный, да. А вот еще хотела сказать про Юпитер. Вот бежевые цвета, это же у нас в принципе желтые, очень сильно разбавленные. И поэтому вот бежевые, это больше такие юпитерианские. То есть у нас же много оттенков. И поэтому надо понимать, как они, из чего состоят. И поэтому они будут, если, допустим, в любой цвет добавить белого, да, то он разбавляется. Если добавить темного, то он, наоборот, темнеет и становится вот не очень таким красивым. Ну, не очень люблю цвета, которые уходят, когда мы смотрим с того гамма, которые уходят в темные. Мне как-то не очень нравится. И даже сейчас расскажу, почему. Потому что после, у нас в пятницу наступает суббота. И за субботу отвечает такая планета, как Сатурн или Шани. И поэтому в субботу не получается как-то активно действовать. И потому что Шани замедляет и затормаживает. И поэтому субботу лучше проводить спокойно внутри себя. И цвет у Сатурна черный, либо синий. Вот эти два цвета, они символизируют Сатурн. Поэтому у нас им, допустим, у многих считается деловой костюм. Это синий, либо черный, да. Потому что Шани, он отвечает и за дисциплину, и за работу, за трудоголизм в том числе. Он дисциплинирует, как-то сдерживает. Потому что в черном костюме как-то, наверное, не очень попрыгаешь и развлечешься. Особенно в строгом. Есть, конечно, вечерние платья коктейльные, но в целом черный, он такой сдержанный цвет. Ну, маленькое черное платье, оно всегда подчеркивает женщину, да. И на самом деле оно строгое, очень строгое всегда. Но при этом оно несет такую некоторую сатурнянскую энергию. И, кстати, ты знаешь, я еще вот хотела добавить, что у нас всегда принято, очень часто принято, что в субботу гостей зовут. Конечно, не надо от этого прям стопроцентно отказываться. Но гостей все-таки лучше звать либо по пятницам, либо по воскресеньям. Да-да-да, все верно. Ну, и пособираться на такую вот элегантную вечеринку в черных коктейльных платьях. О чем-нибудь таком духовном, ну, не духовном, о чем-нибудь таком разговаривать, то есть без таких активных действий. И поэтому, когда свадьба в субботу, ну, то, конечно, это неблагоприятно. Что вот сейчас очень сильно принято в России, по крайней мере. Поэтому суббота не день для свадеб неблагоприятен, потому что он находится под влиянием сатурна. Лучше пятница, либо четверг. Вот очень хорошо. И Питер, гору очень благоприятные тоже для свадеб. Вот. И у нас все. Вот снова приходится. Да, по планетам мы поговорили. Теперь можно по знакам. Теперь по знакам. Начинаем с Овна. И для Овна очень благоприятен красный цвет, потому что восходящий знак это Овен, и его основная планета, которая называется Лагнеш, которая ему благоволит, которая энергией больше всего чувствуется в таких людях, которые родились под знаком Овна, это Марс. А у Марса мы уже поговорили, что это цвет красный, либо алый. Поэтому для них очень благоприятно будет одевать вот этот красный, алый цвет, и тем самым их энергия, она будет, ну, как бы больше проявлена. Света, скажи, пожалуйста, а что более приоритетно, одеваться в тот цвет, который день-недень, или все-таки по своим цветам, которые тебе больше подходят по гороскопу, по твоему знаку? По своим цветам это более приоритетно, потому что тем самым идет очень сильное улучшение вот этой вот планеты, какой цвет мы одеваем. И он может быть даже более удачный, то есть если вот ты чувствуешь вот этот цвет, что он твой, ты просто более удачлив, так скажем, какие-то вещи проходят более легко. А по дням недели это универсально, то есть здесь не промолнился. Если вы, допустим, не знаете, какая у вас лагна вот сейчас, то вы можете просто использовать это по дням недели, вот те советы, которые мы дали, и это будет действовать уже достаточно хорошо. Но вот тем все равно будете чувствовать, в каком-то цвете вам вот хорошо, в каком-то не очень. В какой-то вы будете выбирать оттенки, допустим, более яркие, какие-то более темные. Вот, допустим, Сатурн черный, не всем нравится этот цвет. Можно, допустим, выбирать голубой оттенок. Голубой это уже такая смесь между луной, белого добавлено много, и Сатурном. То есть вот можно, допустим, голубые какие-то вещи одевать, или не слишком темно-синие. То есть, но все равно это будет уже такая упая Сатурна. Вот джинсы, допустим, если мы возьмем. Это конкретная упая для Сатурна, потому что синий цвет, рабочая одежда, такая немножко грубоватая. Поэтому мы вот, когда мы одеваем что-то, мы тем самым, конечно, допускаем какую-то энергию, которая соответствует какой-то планете. И все вот даже рисуночки эти, которые у нас на футболках, там еще что-то, это тоже очень влияет. И можно тоже много очень рассказать. Например, вот сейчас есть такая мода с черепами. Это у нас энергия идет раху. Раху, да. Это и татуировки особенно, если мы запускаем, то это, конечно, очень неблагоприятно. Они могут быть и милые, и с цветочками там девочковые, но на самом деле, ну это раху. Мне очень-то благоприятно. То есть для девочек, конечно, лучше такой какой-нибудь цветочный принт. Вот. Конечно, мужчинам сложно, допустим, каждый день там в каком-то таком цвете находиться, да, то есть не будешь же там с костюмами менять, еще что-то, можно просто какую-то, может, рубашку какую-то оттенную. Да, можно же рубашку полосатую, например, да, она будет в нужного цвета полоску. Да, или в клетку, да. Да, или в клетку, да, для мужчины как раз, мне кажется, или, ну, даже однотонная рубашка, она может быть определенного оттенка. В общем, как раз мужчине даже может и проще. Может быть. Вот. Либо галстук, если кто-то носит, тоже можно там какие-то цвета подбирать. То есть если какой-то уже оттеночек есть, то уже все, можно считать, что вы это выполнили для планеты, уже как-то ее там поблагодарили. Вот. Кроме того, для Овна еще благоприятен синий цвет и такой белый, именно как под серебром. И вот тоже очень важный такой фактор, какую машину покупать. То есть если мы, я буквально в двух словах скажу, для тех, кто занимается астрологией, они меня поймут, а для тех, кто не занимается, есть повод прийти к нам на занятия, которые у нас скоро начнутся. В сентябре в практик-центр РОНа приходите к нам, приглашаю. Вот. То есть когда мы рассматриваем, построили гороскоп, то мы знаем, что есть 12 сфер или 12 домов гороскопа. И вот мы про первое поговорили, про лагнутое физическое тело, и поэтому когда мы носим этот цвет, то мы тем самым хорошо делаем для физического тела, в первую очередь. Есть еще четвертый дом, или четвертая бхава, как она на самом деле называется, который показывает надвижимость, и недвижимое имущество. И вот тоже каждый этим домом управляет определенная планета, и для Овнов это у нас получается Луна, и поэтому для них очень благоприятны цвета машин. Белый, серебристый, и такие вот матовые, вот такие вот цвета, для лучше всего выбирать машину. Красный тоже можно, но красный такой активный чересчур для них. Там не надо забывать, что еще есть восьмой дом продолжительности жизни, поэтому красный может там, когда он перебор чуть-чуть, то тогда Марс может сыграть и злую шутку. То есть надо его улучшать, а не усиливать. Это вот по поводу камней. И вот для Овнов, вот не очень благоприятный желтый, который относится к Юпитеру. И поэтому вот если ему выбирать желтый, то выбирать желтый тот, который относится к Солнцу. Больше золотистые оттенки, более светлые, а вот оранжевые, желтые, ну не очень для него благоприятны. И поэтому он в четверг вот может такой человек носить, желтые, а в остальные дни, недели лучше не нужно. Если, допустим, посмотреть на Овнов, то действительно они чаще всего одеваются в красные, яркие такие вещи. То есть это уже даже на подсознательном уровне срабатывает, да? Да, да. Вот. И что еще можно сказать? И точно так же вот по этой схеме мы рассматриваем все остальные знаки зодиака. То есть, казалось бы, когда ты не знаешь Джоти, что-то кажется вообще мистикой. А когда ты уже знаешь, что там за этим стоит, тогда за каждым словом, за каждым вот этим вот действием уже есть определенный подтекст, да, подтекст. Что-то у нас улучшается, что-то у нас ухудшается. Вот. То есть, допустим, для Овнов не очень хорошо зеленый цвет. Он как-то, ну, он действительно Овнам не идет, и может приводить и к таким болезням каким-то, ну, мелким. Мелким таким болезням, несущественным. Вот. А желтый вот прямо ему не рекомендован. Не рекомендуется. Угу. Ну что, к Тельцу перейдем? Да, к Тельцу. Восходящий знак Телец. Для него основной планетой Лагнешем, такой наиболее благоприятной, является Венера. И поэтому здесь все цвета, которые Венеры. Такие белые, светлые венерианские, какие-то, может быть, смесь. Также для него будет благоприятен зеленый цвет. Зеленый цвет. И синий и такой черный. Это тоже для него подходит. Кроме того, вот синий-черный, ну, имеется в виду, не уже можно, но кто вот не любит синий-черный тона, то мы просто берем голубой, потому что все-таки в темных совсем тонах не хочется ходить. Особенно Тельцу, наверное, он не сильно захочет одевать такие цвета, потому что Венера, она все-таки более яркая такая, граха, более радостная. У меня, конечно, с Шани с Сатурном друзья, но тем не менее, все равно лучше тогда не углубляться совсем в черный. И Сатурн очень благоприятен для Тельцов, потому что называется, есть такое понятие, тоже в астрологии, раджа-йога-карака. То есть это вдвойне благоприятный после Лагнеша планета, которые будут помогать. То есть, когда часто говорится, что Сатурн неблагоприятен, в целом, но для отдельных восходящих знаков он очень даже и благоприятен. То есть он не дает таких уж прям плохих результатов. Ну, конечно, на осмотрительной дизайна, где расположен все, но тем не менее. Так, из цветов, которые для них нехорошо, для Тельцов, это тоже желтый, именно юпитерианский. и не очень хорошо для них такой красный, который как Солнце, который как Марс, потому что там 12 дон включается, не очень хорошо. И если машину... А машину какую дать? Да, машину можно желтый цвет, именно солнечный. То есть можно золотистые такие оттенки, какие-то бежевые оттенки, такие, допустим, золотистые. Вот это вот все можно для Тельцов подходит. Так, про зеленые я тоже сказала, что зеленые тоже хорошо Тельцам. Они могут их... Это для них и деньги будут приносить, и удачу будут приносить. Поэтому для Тельцов зеленый благоприятен. Также зеленый очень благоприятен для близнецов, потому что лаг на близнеце, управляющая планета будет Меркурий. А как можно говорить, что для Меркурия зеленый цвет, и тут вообще такая двойная зацепка за зеленый, потому что и машина тоже благоприятна зеленой. Вот. Но из неблагоприятных вот такие белые тона, которые венерианские, такие вот блестящие. Это вот для них... То есть металлики такие, да, допустим? То есть тоже, опять же, такой популярный достаточно цвет, особенно в машинах. То есть вот эти белые металлики, да, серебристые белые металлики, они, наверное, не подходят для близнеца. Они очень подходят для близнецов. Но зато для них вот наконец-то появляется у нас восходящий знак, для которого хорошо желтый цвет. И желтый уже благоприятный, а вот синий-черный, они не очень для близнецов. Они будут навивать на него уныние такое небольшое. Но если мы... Либо какой-то такой будет... Ну, то есть можно его использовать, если это только светлые тона, вот именно разбавленные хорошо. Тогда это еще как-то более-менее, но это не их цвета. То есть все-таки для близнецов зеленый. Зеленый это его прям... То, что надо. Для раков восходящих. Восходящие раки планеты-управители Луна. И поэтому все, что связано с Луной, вот для них очень благоприятно. Вода, находиться около воды. Причем, я не знаю, как кто-то меня так спрашивала, то они не очень любят плавать, но они очень любят находиться около воды. Так? Да, совершенно верно. Я как восходящий рак могу подтвердить. То есть вода для них очень важна, и вот этот вот лунность, белый цвет для них тоже очень важен. Он успокаивает их эмоциональность. И второй цвет, который для них тоже очень благоприятный, это красный. И красный как цвет мангала. То есть он такой вот должен быть яркий. Я не знаю, пурпурный, я все время путаю, какой он на самом деле. Ну это вообще малый, да, тоже подходит как бы. Да, пурпурный, правильный, на мой взгляд, марсианский цвет. Да, такой вот он яркий, из него должна быть энергия из этого цвета, вот именно такая. Это будет их поддерживать очень сильно. И синий цвет для них, синий-черный, не очень хорошо. Это для здоровья, для такой продолжительности жизни. То есть это не очень благоприятно. Из машин им можно, машины венерианского цвета, то есть это такие какие-то белые, такой, чуть-чуть блестящие, разбавленные какие-то тона, такие вот розовые, ну розовых нет машин, но бежевые. Что это нету? Есть, очень даже есть. И розовый. Розовый коделак. Да, розовый коделак, да, действительно. Ну вот интересный момент, вот у меня сейчас синего цвета машина, а до этого у меня были красные и белые машины, и я их намного больше любила, чем вот синюю, которую сейчас у меня. Вот синяя, она аксатурянская какая-то. Да, да. Вот она у нас так, аксатурнианская машина используется, потому что она у нас и в хвост, и в гриву, и как-то у меня к ней любви, вот такой вот теплоты нет. Ну вот она такая, вот эта сша не проявляет. И для раков неблагоприятный цвет является зеленый, потому что управитель 12-го дома, 12-й дом, это у нас дальние дали, монастыри, больницы и мокша. Пока до мокша, до просветления доедешь, то как-то не хочется вот эти вот все вещи, да, там проходить. Поэтому зеленый неблагоприятен для раков, но он действительно не подходит, мне кажется, вообще цвет не твой совсем. В красном тебе очень хорошо, очень ты так вот выглядишь ярко, элегантно, мне кажется, и вся твоя вот внутренняя энергия, она вдруг просыпается, и ее хорошо становится видно. А когда белый, вот это такая более спокойная, более женственная, тоже это можно использовать, да, для каких-то вещей, если надо куда-то пойти, чтобы активно, хорошо себя чувствовать, то добавляете красного цвета, кто у кого восходящая лагна, рак. Так, и переходим ко льву. Да, ко льву, которая у нас, в общем, сейчас в некотором смысле длится, потому что сейчас солнце у нас в ольве находится, да, то есть если мы уже про солнечный гороскоп говорим, то есть это тоже на самом деле важно, потому что в Джойтише рассматриваются три положения планет, первый это лагна, второй это в какой дом у тебя попала луна, а в третий дом это в то, куда у тебя попало солнце, и сейчас как раз рак еще у нас, хотя в западной астрологии, опять же, по-моему, рак, прощу прощения, лев уже закончился, но тем не менее, вот солнце до сих пор еще во льве находится, вот, поэтому-то поблагодарим льва и выразим ему свое почтение. Солнце, сурье, свое почтение, и уже становится понятно, логика рассуждений, то для львов у нас основная планета Лагнеш, это у нас сурье, солнце, и поэтому все цвета, которые подходят для солнца, они очень хорошо для львов, это желтые такие, но именно желтые, именно солнечные цвета, не юпитерианские, юпитерианские для львов противопоказанные, вот, и красные очень хорошо, именно такой вот, рубиновый, насыщенный, бордовый какой-то такой, кроме, ну, в принципе, для них и марсианский тоже цвет подойдет, потому что, вот еще тоже скажу про рак, про восходящего раков, рак, что для них Марс тоже подходит, то есть это два знака, и лев, и рак, у которых Марс является раджа-йога-карака, то есть после того, как мы смотрим лагнеша, мы еще смотрим вот эту вот раку-йога-караку, а там будет у нас Марс, и поэтому, вот эти красные цвета марсианские, особенно получается, хорошо для восходящего рака, поэтому тебе вот очень такой вот цвет идет, вдвойне, и для льва тоже, тут получается, что для львов нет ограничений по красному цвету, любой, какой хочется, но без сочетания с черным, потому что это вот такая будет неблагоприятное уже сочетание, и желтый тоже надо поаккуратнее, потому что все-таки это восьмой дом, а черный это шестой дом, для тех, кто знает астрологию, то есть не поймут, и кроме того, у нас получается, что Солнце и Сатурн враги между собой, планеты не дружат, поэтому это тоже такие вот не очень благоприятные цвета использовать. Для девы, восходящая дева у нас Меркурий, и управляет, в этом цвет зеленый, и вот один из таких вот восходящих знаков зодиака, для которых тоже желтый благоприятен, то есть мы видим, что желтый, он далеко не для всех благоприятен, и с ним надо очень так аккуратно обращаться, и оранжевый в том числе, то есть цвета, которые относятся к Юпитеру, для девы же это хорошо, это можно как раз машину желтого цвета, ну не совсем желтого такого, а бежевый, это тоже желтый подходит, и благоприятные, венерианские цвета для девы, то есть все такое мягкое, белое, такой розовый, может быть какой-то оттенок, еще что-то бледно-желтый, тоже это уже больше венерианские, когда вот сильно цвет разбавлен, это уже больше как венерианские, если он радостный, еще вот он радостный такой, то это больше нерианские цвета, либо пестрые какие-то, тоже. А между девой и близнецом у них есть какие-то различия, да, что с точки зрения подбора цвета, потому что оба знака, да, управляются одной планетой, с одной стороны, но, наверное же, все-таки есть какие-то нюансы. Да, есть, потому что, допустим, вот для близнецов машину лучше зеленую, а для девы машину лучше желтую или бежевую. Управители разные, там для близнецов, получается, управитель четвертого дома тоже Меркурий, а для девы, управитель четвертого дома у нас будет Юпитер, поэтому машина у нас будет желтая. Вот. И красный цвет, и для того, и для другого не очень благоприятен. А вот по поводу белого, вот, да, я говорила, что для девы он подходит, а для близнецов не очень хорошо. Такой вот, да, действительно, есть разные нюансы. Несмотря на то, что одна и та же планета является управителем этого знака, так что вот обязательно это, я опять же хочу подчеркнуть, насколько важно знать свой знак, насколько важно знать свою лагну. Это крайне такая полезная информация, и я, насколько помню, в Индии говорят, что человек, который не знает свою лагну, он про себя и вообще ничего не знает. Да, ну, мне кажется, что если, когда человек не знает своего времени рождения, да, когда приходят на консультацию и говорят, я не знаю время рождения, то это говорит о том, что как-то почему-то верхние, высшие существа решили скрыть что-то от человека, да, какой-то, почему-то ему не положено знать, это бывает очень сложно сделать и рептификацию, хотя вроде бы все данные есть, но вот оно как-то не складывается. То есть, мне кажется, что в этом случае у человека нет подсказок в жизни. То есть, когда мы знаем свое время рождения, мы знаем свою лагну, мы знаем свой гороскоп, мы знаем, какие периоды начинаются, и тем самым у нас есть подсказки какие-то в жизни. Это, туда ходи, сюда не ходи, здесь снег по шкалу пойдет, да, вот это вот. Посидеть, немножко не торопиться, где-то наоборот нужно уже активничать, что-то делать, активно какие-то действия принимать, а если вы не знаете, как бы не дано, то, ну, значит, что-то, почему-то по какой-то причине вам это не нужно знать и какой-то причине у вас нет вот этой вот подсказки свыше. Вот у меня такое вот, это мое личное мнение, конечно, про это все. Вот. И переходим к весам, чтобы нам все, 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 знаете, успеть, вроде бы, вы должны уложиться. Для весов, или Тула на санскрике, управитель Венера, и люди, которые родились под этим знаком, они очень такие венерианские, Венера здесь проявлена сильнее, чем, допустим, знаки Тельца. То есть Тельцы, они практичны, это знак Земли, и поэтому они практичны. Они никогда не купят что-то непрактичное в дом, но это будет обязательно красивое. То есть прежде, чем что-то купить для себя, для дома, там еще что-то, они будут выбирать так же долго, Венера чувствуется, но это будет практичное. Тельцы же могут, бездумно, да, так вот. Главное, чтобы было красиво, а еще желательно блестяще. Это вот действительно, это качество весов такое. И видно девушек, которые, у которых восходящие весы, это чаще всего вьющиеся волосы. Я недавно наблюдала такую картину, девушка едет на велосипеде, волосы светлые, длинные, пудрявые. И цвета именно, как мы говорим, шукрианские шукры, это такое розовое сочетание с серым. Почему вот для весов это характерное вообще сочетание, розовое с серым? Потому что розовый, это вот венерианский цвет, причем розовый такой вот, он мягкий, он не барби, не барби. Именно такой вот, не знаю, чайная розовая, как это называется, и с таким очень приятным, нежным, с очень приятным серым. Потому что для весов Сатурн является очень второй благоприятной планетой. Это вот очень много таких знаков, для которых Шани является Раджа-Йога-Карака, то есть, точнее, немало их два, это телец и весы. И вот это вот сочетание розового с серым, это вот на 100% это вот венерианское такое, для весов характерное. Для тельцов не так, тельцы больше выбирают, может быть, какие-то другие оттенки, более такие, поконкретнее. Знаешь, это у меня точно от весов есть, потому что я обожаю розовый с серым, сочетание один из моих любимых видов. Да, да, да. То есть, с одной стороны, он очень такой мягкий, нежный, женский, а с другой стороны, вот этот вот Сатурн немножко придает такой сдержанности, элегантности. Ну, конечно, у меня же Венера в первом доме. Да, да. И до смешного у нас, мы когда собираемся с группой, по астрологии, поджойте, что у нас есть кружок, где мы общаемся, это очень замечательно, потому что есть с кем поговорить, и там тоже одна из девушек, тоже у нас восходящие весы, и мы иногда приходим в одинаковых вещах. Ну, как бы не совсем, но цвет одинаковый, серая семьюка, розовая, не сговариваясь, или там, допустим, если в четверг, то там желтая что-то с чем-то, и у нас очень много вот таких вот одинаковых вещей. Удивительно как-то. И вот это нас удивляется, ну, точнее не удивляет, это нас добавит, потому что это подчеркивает еще раз вот это вот то, что джойкиш, это наука действительно очень точная, и промахов немного. Особенно когда ты начинаешь эти вещи отслеживать, когда ты к этому подходишь, вопрос осознанно, то действительно ты понимаешь, что ты вроде полез рукой такой в шкаф, достал вещи, а ты достал именно то, что нужно сегодня, или то, что подходит тебе. И именно вот уже, когда у тебя интуиция очень сильно начинает развиваться. Ну, теперь мы пришли к Скорпиону. А подожди, а какие машины нужны весам? Весам, четвертый дом управляется Шани, Сатурном, поэтому вот все оттенки синего, серого, черного, вот это вот все для весов. Для весов подходит, да, хотя веденерянский знак, казалось бы, да, тем не менее. Тем не менее, вот так вот. Для них, наоборот, манголы не очень благоприятны, вот еще солнце благоприятны, желтый цвет вот именно, и красный именно как солнечный. Вот я действительно больше люблю такие цвета, слегка малиновые, что ли, чем ярко-красные, потому что для, есть еще такое понятие, планеты, которые называются мароком. То есть, точнее, есть и дома, которые называются мароком, которые приносят какие-то сложности и болезни, и вот получается для весов Марсу направляет этими домами, и поэтому, ну, как-то мне не очень уютно в красном. С повторником я одеваю, но вот если брать красный цвет, то я поняла, что мне больше для меня подходит именно такой вот, не бордовый, а именно фуксий вот такой вот. К Венеру, в Венеру, красный венерианский, да. Все-таки добавим, давайте добавим Венеры. И голубые цвета тоже мне очень хорошо, и они мне очень нравятся, я в детстве действительно их очень любила, голубые, у меня вообще было очень много вещей, практически все было голубым. Потом был период, когда все было белым, именно таким, слегка блесточкой. И это вот очень интересно, даже можно наблюдать, может быть, по периодам, как у кого-то. По периодам планет, да, когда планеты определенного периода, то тоже меняется цветовой преференция. Это тоже можно использовать, потому что если мы, допустим, действительно носим цвет той планеты, которая для нас благоприятна, да еще в этот период, то тем самым мы улучшаем ее энергию очень хорошо, действительно улучшаем ее качество. Скорпион, давай. Скорпион активный знак, очень под руководством Марса, выходящий знак у нас, Лагнеш, там, Мангала, Марс, поэтому красный цвет, вот именно марсианский, очень хорошо для Скорпионов, для их энергии активной. Кроме того, для них хорошо желтые цвета, и белые цвета для них тоже очень благоприятные. Белый цвет у них успокаивает, желтый тоже немножко способствует росту в карьере, тоже благоприятный. И при этом вот желтый, он такой здесь без особых ограничений, потому что здесь и солнце хорошим домом управляет, и Юпитер, да? Да, очень благоприятным домом, поэтому вот эта вот желтизна, она не очень сильно, тут можно как-то ее различать. А вот солнце для них неблагоприятен, то есть его лучше не одевать. И по машинам тоже это получается, управитель четвертого у нас точно так же Сатурн, и поэтому можно серые, синие, черные машины, это для Скорпионов будет хорошо, может даже чем красные, потому что и так знак очень активный, иногда они нестабильные, психи, психи тоже, да. Поэтому для них может быть вот эта вот черная машина или серая машина будет являться гарантом такой безопасности на дороге, то есть все равно цвет он же добавляет энергии, да? А черный он немножко сужает, поэтому действительно в одной машине больше активно ездишь, агрессивно, и тем более, если цвет вам не подходит, то лучше не покупать такую машину, потому что это тоже, кажется мелочь, но тем не менее может сыграть свою роль в какую-то не очень подходящую минуту. Ну теперь у нас Стрелец, Епитерианский знак. Да, Стрелец, Епитерианский знак, поэтому для него желтый цвет, Епитерианский, оранжевый самый подходящий, для них вот так же можно использовать цвета солнца, желтый это тоже подходит, зеленый цвет тоже благоприятен, при этом для Стрелецов вот этот Епитерианский знак, он вдвойне благоприятен, Епитерианский цвет, он вдвойне благоприятен, потому что у Епитера так, кроме того, что он управляет лагмой, он еще управляет четвертым домом. И поэтому машину мы тоже можем спокойно покупать с желтыми оттенками, бежевую, ну коричневый тоже можно считать, желтоватый, если он еще с каким-нибудь таким налетом золотистым, тоже это все можно использовать. А вот красный для Стрелецов один из самых неблагоприятных цветов, и действительно как-то Стрелецы они больше, наверное, красный не одевают, у них будет такая спокойная энергия, поэтому, наверное, для них не очень он хорош. Для Козерога, ну вообще сам Козерог, он управляется Шани, поэтому такие люди, которые трудоголики больше всего, поэтому вот Шани у них очень сильно Сатурн проявлен, и для них очень благоприятен на вот эти вот все цвета, синие, черные, и красный тоже для них хорош, и белый тоже можно использовать, тоже благоприятный. А вот желтый, он неблагоприятен ни с какой стороны, ни со стороны Юпитера, ни со стороны Солнца, он будет нести им какие-то потери, может быть болезни и так далее. А машина у нас управитель четвертого дома Мангала Марс, поэтому красную, вот для них вот, может быть наоборот, это будет придавать активности и какого-то движения. Водолей, сейчас мы быстро, чтобы мы все успели, два знака осталось. Водолей, также под управлением Сатурна, немножко другая только интерпретация, то есть в Козероге, они больше такие на работу нацелены, а водолеи, они все-таки больше такие романтики, мне кажется, больше духовности у них. Я не говорю, что у Козерогов духовности нет, просто у них практичность больше проявлена, чем у водолеев, так скажем. На самом деле мы тут с тобой напугали, так Сатурна, но вообще Сатурн очень хорошая планета, она нам дает возможности очень активного, большого духовного роста, и если вот наши радиослушатели не читали книгу Роберта Слободы, Роберта Слободы о величии Сатурна, то я вам очень рекомендую, мне кажется, эта книга обязательна для изучения всех, всеми, кто хотя бы хоть на йоту интересуется духовностью и возможностью из своих собственных изменений, потому что, когда мы понимаем, как действует Сатурн, то у нас на самом деле в жизни очень много чего меняется в лучшую сторону, потому что я лично, я не могу сказать, что у меня такой богатый астрологический опыт, но тем не менее, я тоже периодически консультирую, помогаю людям, я понимаю, что я еще не встречала человека, которому не надо гармонизировать Сатурн, вообще ни разу, вот, и я думаю, что ты со мной согласишься, всем нам это необходимо, поэтому сатурнянская энергия, с ней нужно дружить, и нужно ее воспитывать, да, в себе, в сатурнянские качества, и как-то, в общем, очень на это внимание уделять этому, нельзя ни в коем случае игнорировать, согласна, согласна, потому что он все равно заставит тебя обратить на себя внимание, если не хочешь, то заставят, да, это вот как раз из той же серии, причем очень иногда так это, раз не поняли, два не поняли, а потом ты так долбанен, да, что уже хочешь, не хочешь, все поняли, не будем пугать, не будем пугать, и про водолеев, для них Сатурн является благоприятной планетой, и поэтому для них очень благоприятны такие цвета, как синий и черный, но черный, вот опять-таки, все-таки не нужно его носить так активно, заменяйте его более приятными цветами, может быть, какими-то серыми, разбавленными, голубыми, потому что все-таки, вот, ну, моя венерианская сущность, она против черного как такового, потому что мне кажется, что черный он очень сжимает, и если человек и так у него как-то на душе не весело, то еще черный цвет, он, конечно, очень сильно зажимает внутреннюю энергию. Так что, девочки, кроме маленького черного платья, черным цветом лучше не узлу потреблять. Да, лучше не увлекаться. Если вы хотите как-то договориться с Шаней, то может быть синий какой-то, голубые цвета, что-то более такое позитивное. Вот, для водолеи это тоже цвета Венеры тоже для водолея благоприятны, а вот зеленые, ну, вот так 50 на 50. То есть, надо посмотреть, конечно, как расположена Меркурия у них, но в целом, скорее всего, больше неблагоприятный, чем благоприятный. И цвет машины для них белый, венерианские цвета, то есть, какие-то бледные, такие вот, белый, если серебристый, то с блеском, блеском, то с блеском. Это вот будет хорошо для водолея. И последний знак у нас остался восходящий, это рыбы. И вот тоже один из тех восходящих знаков, для которых желтый и петерианские благоприятны, потому что два дома, это первая Лагна, и второе, это у нас, получается, десятый карьера и какой-то Дхарма, и Карма в том числе. Карма, Карма больше, Карма. Вот, и поэтому желтые, вот эти оранжевые тона, это для рыб благоприятные. И сам по себе знак брахманичный, поэтому вот в этих цветах он будет себя очень хорошо, активно, приятно чувствовать. Для такого, может быть, еще добавления какой-то энергии можно использовать красные, потому что рыбы они обычно не то, не сё, потому что их две, одна в одну сторону, другая в другую, а красный марсианский цвет, он будет немножко структурировать и давать им какое-то направление, движение. Вот, из белой, в принципе, тоже можно, такой вот, в общем, белый любой можно, а вот желтый и венерианские цвета, вот их лучше бы не использовать. и не очень хорошо черный, тоже нужно с ним ограничено, потому что он может, конечно, это 12 дом, это мокша и просветление, а рыба и так очень такой знак брахманичный, и они могут туда уйти совсем, 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 а машина неблагоприятно зеленая, потому что 4 дом, это у нас под управлением Меркурия, поэтому все зеленые оттенки, это вот, пожалуйста, для рыб, они будут хорошо, они будут себя хорошо в этих машинах чувствовать. Вот такая вот у нас история по знакам и планетам, да. Света, я сразу хочу спросить тебя, не согласишься ли ты к нам еще раз прийти в гости, чтобы мы с тобой продолжили тему интереснейшую про цвета и поговорили все-таки о цветах и васту, потому что какие цвета надо, я знаю, что васту ты вообще это твоя любимая тема, какие же цвета нам нужно дома соблюдать, для того, чтобы гармонизировать, пространство и как правильно эти цвета подобрать. Потому что, конечно, сначала мы вроде бы, ну, на самом деле, эти темы, они очень связаны, потому что мы не можем астрологии васту, это, в общем, как близнецы-братья практически, да, вот, и одно без другого не существует, потому что васту карта, она точно так же накладывается на наш гороскоп и даже, точнее, наоборот, да, то есть васту подбирается под хозяйку дома, поэтому женщине особенно важно знать, какие цвета надо в интерьере соблюдать, поэтому я тебя жду обязательно еще на одну программу, как минимум. Хорошо, хорошо, я абсолютно согласна, потому что действительно васту для меня очень любимая тема, это, видимо, действительно, когда Венера и Луна хорошо проявлены, то тогда, и Юпитер там еще должен быть, то тогда у людей вот есть вот это вот ощущение качества и комфорта жизни, и многие очень интуитивно подбирают правильно цвета, если же какие-то ситуации, у людей вот не очень благоприятно в гороскопе что-то, то действительно они, к сожалению, выбирают не то, что нужно. И знаем мы васту, не знаем мы васту, если действительно у нас есть вот эта вот интуиция и есть возможность, то мы сделаем все правильно, я уже сколько раз убеждалась, если же какой-то идет период неблагоприятный или как-то планеты расположены неблагоприятно, то, к сожалению, люди выбирают не самое лучшее жилье и не самую лучшую цветовую гамму для этого жилья, тем самым они еще усугубляют свою, может быть, и так непростую ситуацию. И поэтому вот эти вот знания и Джотиша и Васту, хотя бы вот на начальном этапе, на таком вот, то есть то, что сейчас сегодня мы рассказывали, с чем мы сегодня с тобой разговаривали, в принципе, это начальные базовые знания, да, то есть, и сколько они уже много дают, и поэтому, вот даже зная вот эти вот вещи, мы, для женщин, я считаю, мне кажется, это вообще очень полезно, потому что они, раз они хозяйка дома, раз они покупают одежду чаще всего для детей, для мужа и так далее, то тем самым они могут какие-то делать вещи очень благоприятные для всех, для себя, для своей семьи, и поэтому можно вот такими простыми вещами просто улучшать вокруг себя пространство. Это вот просто. Спасибо тебе огромное, я хочу еще раз сказать, напомнить, что с нами была Светлана Наумова, астролог, Васту, специалист из Екатеринбурга, ведущий, преподаватель, практик-центр Руна по астрологии Васту, и вот как Света сказала, скоро стартует новый курс по астровасту, и можно к нему присоединиться, вне зависимости от того, где вы живете, потому что этот курс проходит онлайн, также можно персональную консультацию у Светланы получить, я очень рекомендую, потому что это действительно ваша жизнь качественно изменится. Спасибо огромное, с вами была Анастасия Хрущинская и Светлана Наумова на радиостанции Сангейтс, мы вещаем 24 часа в сутки, и по четвертому Светлана Наумова на радиостанции Светлана Наумова